приветствую вас друзья инвесторы на канале про инвестиции казахстане меня зовут роман и сегодня как и обещал мы с вами разберем компанию кегок то есть посмотрим на ее текущие оценочную стоимость то есть на нашей бирже кассе также поговорим именно про плюсы и минусы инвестирования в данную компанию стоит ли ее покупать и добавлять свой портфель на какие факторы обратить внимание обо всем об этом мы с вами сегодня подробно и разберем очень много интересных будет данных видео будет не совсем короткое поэтому наберитесь терпения и обязательно досмотрите его до конца также по возможности так как по казахским компаниям очень сложно находить информацию поддержать это видео лайком а также комментарием по теме видео это поможет этому видео набрать больше просмотров для того чтобы другие участники нашей бирже тоже могли его увидеть и сделать для себя какие-то выводы а мы сейчас с вами уже начнем я сделал опрос в ю тубе также то что я сообщил именно в телеграме о том что я параллельно создал канал именно на цене то есть если вдруг вам будет интересно именно смотреть мои ролики здесь а то сюда я буду также параллельно выкладывать выходящие именно на youtube канале там вы можете принципе также помочь этому каналу развитию то есть оформив подписку также посмотрев и про лайков видео на данном сервисе это поможет охватить больше так сказать аудиторию то есть помочь другим также прийти к тому чтобы мыслить как инвестор то есть и начать разбираться фондовом рынке поэтому если у вас есть такая возможность то ссылку я в описании обязательно на новый канал этот оставлю и по ней вы можете перейти поддержать этот канал и так что из себя представляет компания кегок это акционерное общество то есть казахстанская компания по управлению электрическими сетями компания она выполняет функции системного оператора и оператора магистральных электрических сетей казахстана то есть линии электропередач и подстанции так далее также является оператором торговли электроэнергии между казахстаном и сопредельными странами контролируется разумеется компания государственным холдингом а о фонд народного благосостояния самок казана и основана но было в 1997 году если вам будет интересно чем она в целом вообще занимается то вы можете принципе открыть википедию там почитать основной информации нужно понимать именно финансовые показатели компании а также стоит ли в нее вкладывать какие факторы можно выделить как плюсы у компании а также какие факторы как минусы об этом мы сейчас с вами и будем разбирать и переходим на сайт кассе то есть открываем именно акции здесь мы видим что индекс кассе продолжает также расти во многом это связано с тем что многие акции которые входят именно в этот индекс они начали активно подрастать то есть многие сейчас именно покупают акции по практически никто не продает на фоне этого разумеется растет но больший вклад мне кажется внесли в рост индекса именно акции каспий о которых мы тоже как-нибудь с вами поговорим а чуть позднее постараюсь сделать видео сейчас у нас основная тема это именно кигок а здесь можно отметить то что кигок он также входит в одну из девяти компаний составляющей наш индекс вот сейчас принципе вся на экране вы можете посмотреть из чего состоит наш представительский список индекса кассе то есть наибольшую долю здесь конечно занимается сейчас каспий казман и газ также народный банк а но с долей 6,2 процента здесь также присутствует и компания кигок то есть она входит именно представительский индекс и может так и отнести к таким голубым фишкам нашего казахстанского рынка и что касается именно графика самой компании то здесь мы можем с вами увидеть вот такую красоту то есть моменте когда она размещалась вообще на бирже то есть размещение было по 505 тенге а в дальнейшем мы видели только с такой умеренный рост то есть это компания такая которая раз и может там большими так и значениями похвастаться тем не менее на пике в 2021 году когда в принципе после к видного периода начала все рынки просто росли как на дрожжах то есть мы видели значение практически один тысяча девятьсот в там 25 тенге по на максимальных значениях было потом мы немного снижались и в целом как бы долгое время находились в диапазоне 1800 то есть как я говорил сильной ликвидности от данной компании вы точно не увидите потом был резкий спад то есть это было связано с тем что компания прогнозирует сейчас износ оборудования а также падение именно выручки и чистой прибыли которые они направляют на дивиденды но об этом сейчас чуть более подробно на как бы поговорим а дальше мы видим некоторое снижение то есть в район полторы тысячи и вот сейчас мы в данный момент находимся примерно таком же боковике то есть акция находится в районе полутора тысяч тенге то есть сильно на не растет не падает это более как я говорил неоднократно можно отнести такой пол защитной бумаги то есть а все мы с вами прекрасно понимаем что электроэнергия нужно будет всем и сейчас мы с вами выделим некоторые плюсы именно инвестирование в эту компанию ну и первый фактор это ключевое положение компании на рынке электроснабжения то есть компания кеглок наделено статусом системного оператора электроэнергетической системы казахстана и владеет всеми магистральными сетями в стране без которых электроэнергический сектор не сможет функционировать полноценно это вот главный такой первый фактор второй фактор это надежный инвестиционный инструмент который представляет конкурентную доходность на рынке капитала страны то есть компания обладает стабильным свободным денежным потоком и и акции выводились на и пиво из того периода принципе как мы с вами увидели на графике многим инвесторам принесли их очень такую неплохую доходность это помимо того чтобы у рост даже сейчас после снижения она выросла почти в три раза тем не менее нужно учитывать что все эти годы и компании еще и выплачивать дивиденды но дивидендов чуть позже сейчас с вами тоже поговорим также а у компании исторически сложился именно высокий запас прочности она имеет именно стабильный кредитный рейтинг к рейтингу до претензий пока у меня тоже нету и третий фактор который можно отнести именно привлекательности компании это потенциал для роста на фоне регуляторных изменений и роста рынка в целом то есть если рынок будет расти то компания кигук разумеется тоже будет расти ожидается что именно увеличение стоимости компании она положительно отразится если у нее появится такой единый закупщик электрической энергии на оптовом рынке то есть кто-то будет очень много покупать наши электроэнергии соответственно на этом кигук будет больше зарабатывать ну разумеется это отразится и на чистой прибыли которая пойдет на выплату дивидендов но кому же принадлежат в принципе самые основные доли именно владения данной компании как я говорил основную долю а именно управление идет от амрук казана то есть нашего фонда ему принадлежит на данный момент вот выписка на 1 июля двадцать третьего года 90 процентов акций то есть принципе основным владельцем является сейчас государство также единый накопительный пенсионный фонд который тоже можно отнести государственной организации то он владеет долей 7 целых 25 процентов соответственно свободном обращении остается всего две целых семьдесят пять процентов что и делает сейчас компанию кигук не такой ликвидный потому что принципе все акции находятся практически в одних руках но что предпринимает сейчас компания кигук и как говорил наш президент нужно делать государственной компании более публичными соответственно кигук планируют выйти на с пио уже в этом году но такое именно с по ну с по это публичное размещение акций которые принадлежат уже существующим акционерам то есть в отличие от ай пио он не влияет на размер установок капитала компании но в то же время такое размещение все равно делает компанию публичной то есть благодаря данному размещению количество акций свободном обращении то есть флип от растет потому что общее количество акций не меняется один из акционеров продает свои акции не ограниченному кругу инвесторов кроме того возрастет число акционеров что делает акции более ликвидными о чем мы с вами чуть выше и говорит что акции кигук они не имеют такой сильной ликвидности ну и вот соответственно компания то есть фонд сам рук казана они решают что нужно будет сделать дополнительные спио то есть они отдадут часть своей доли владения на рынок то есть многим инвесторам которые захотят их приобрести свой портфель это будет более доступно таким образом увеличится и ликвидность на рынке этих акций по последним данным по прогнозам именно вес домов то потенциальная целевая цена сейчас стоит на уровне 1660 тенге то есть это просто примерно на 9 10 процентов от текущей цены идет это много связано с тем что есть возможность что а компания кигук повысит тарифы на свои услуги и это может отразиться именно на выручке и на чистой прибыли теперь я перейдем немного поговорим именно про минусы именно инвестирование в данную компанию то по заявлением нынешнего министра энергетики республики казахстан то есть от калифа масадам майданович он заявил что а сети именно кигук они изношены практически на сто процентов хотя если посмотреть на его карьеру то в принципе большую часть времени то есть это 22 года он именно занимал пост в компании кигук также сам рук энерго и принципе сам рук казна то есть сейчас он говорит мы полностью израсходовали ресурсы энергетического комплекса казахстана сейчас мы видим что по некоторым объектам у нас стопроцентный износ то есть речь идет о необходимости ввода новой генерации масштабной модернизации теплоэлектро централей это критически важно исходя из климатических условий сказал министр энергетики именно у масадам садкалиев то есть комментируя именно ту аварийную ситуация которая была именно недавно на мангисталском атомном энергетическом комбинате то есть вот по его заявлению то есть износ именно оборудование сети и того далее это может очень сильно отразиться именно на прибыли и на операционных то есть на каких-то капитальных затратах который будет компания кигук вынуждена тратить на то чтобы это все чинить восстанавливать обновлять так далее соответственно это в свою очередь опять ударит по дивидендам а вот это уже кстати очень интересный вопрос неоднократно на своих видео я говорил что компания кигук она платит дивиденды два раза в год то есть раз в полугодие соответственно вот такие вот цифры мы с вами сейчас видим то есть четырнадцатого года вот они здесь выпала чего дивиденды вот только в шестнадцатом один раз не выплачивались но в целом компания продолжает платить а последний год у нас идет активное снижение это многим связано с тем что и как и говорил их повысились капитальные расходы то есть и соответственно чистая прибыль немного тоже снизилась а мужик минусом можно было еще отнести то что компания в любом случае будет контролироваться государством то есть на повышение тарифов так далее соответственно здесь как бы сильно не размахнешься да и заработать много не получится поэтому дивиденды примерно находится сейчас на вот таком уровне и это очень многих метров беспокоят и принципе что мы вначале видео с вами видели по графику было два резких падения именно компании это именно инвесторы оценивали вот этот риск то есть то что дивиденды могут снизиться а так как дивиденды могут снизиться то привлекательностью компании уже не такая будет хорошая но тем не менее по дивиденды примерно вот так вот сейчас это выглядит еще важное наблюдение до 2022 год то есть за два полугодия в общей сложности компания заплатила чуть больше 116 деньги на одну акцию то есть они выплатили именно направили на дивиденды а 112 целых и восемь десятых процента от чистой прибыли это не есть хорошо я вам сразу скажу то есть обычно если компания платит до 70 процентов от своей чистой прибыли у нее остается деньги для того чтобы как бы поддерживать развитие то есть какие-то капитальные расходы а здесь получается что компания платит даже в долг возможно эти деньги были взяты частично из прибыли как оставшиеся прошлых лет но мне кажется что скорее всего они заплатили в долг в этот раз то есть за 2022 год это уже тоже можно отнести к таким большим минусом я бы так бы рассчитывал это что касается оценки стоимости компании по мультипликатором то здесь как я уже писал в telegram канале пост именно про казахстанские голубые фишки топе составляет 13,27 сейчас на данный момент то есть ps у нас идет 183 а пб кстати у нас 061 то есть ниже единицы это довольно таки хорошо то есть компания по этому мультипликатору является недооцененная именно рынком то есть капитализация чуть больше 407 миллиардов тенге то есть чуть меньше одного так сказать миллиарда долларов но тем не менее для казахстанского рынка это довольно таки неплохо то можно сказать по долговой так сказать устойчивости то принципе долг небольшой всего 25,87 процента а свободный денежный поток чуть больше почти 19 миллиардов на данный момент а епс кстати прибыль на акцию 122 почти тенге на данный момент ну принципе довольно таки плохой показатель я бы сказал что рекордный но как я говорил очень многие факторы сейчас связаны с тем что у компании есть определенные проблемы в этом плане ну ладно посмотрим также payout ratio средний у нас составляет примерно 95 и 2 десятых а данный момент процента это очень много то есть как я обычно говорю это до 70 процентов если идет на выплату именно дивидендов то это хорошо здесь почти уже к ста процентам мы среднем приближаемся также если посмотреть на так рентабельность активов здесь в принципе даже смотреть не стоит то есть очень низкие показатели пару а рое то есть здесь как я говорю где 3 3 3 4 с полный процентам здесь это очень мало и также посмотреть можно на маржинальность то есть гроз маржин на составляет почти 25 процентов нет маржин 14 этого чистая прибыль уже которая идет чистая маржинальность точнее как хотел отметить 4 целых 21 сотых операционная маржа почти 19 процента принципе по мультипликатором единица рентабельность активов очень слабая но маржинальность тоже немного не самая высокая обычно по оценкам я беру побольше про жена лишь чем выше маржинальность тем бизнес будет более устойчивым таково в компании сейчас наблюдается не сильно высокий долг но в целом принципе это пока позволяет ей находиться на довольно таки стабильных уровнях вот такие вот по мультипликатор у нас цифры но хотелось бы сказать в конце этого видео сделать такой некий итог по компании кигок безусловно минусов у компании довольно таки много а но есть и большие плюсы которые разумеется можно как бы оценивать на долгосрок то есть покупать эту компанию свой портфель потому что на бирже в любом случае она будет котироваться так как эта компания занимается электричеством а электричество нужно всем и всегда соответственно растут мощности по электричеству у нас казахстане соответственно компания будет так или иначе расширять свое присутствие на рынке ну и соответственно если сделают спо то есть разместят дополнительные еще акции то доля государства опять снизится и соответственно появится более большая ликвидность по данной бумаги я считаю что это будет неким плюсом для данной компании ну на этом у меня все если видео было вам интересным полезным обязательно поддержите его лайком а все ссылки есть в описании если вам что-то будет нужно и интересно также можете поддержать данный канал также все там есть на этом все если видео вам интересным полезным можете поставить лайк подписаться на канал пишите комментарии я желаю всем удачи и помните что дорогу осилит идущий